МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працует Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Высокие отзнаки педагогам. Президент Беларуси вручил медали за працованные заслуги. Школы готовы, приоритеты вызначены. Сегодня у Гомеля отбулася Жневинская педагогичная конференция. Помылки юнацтва. На посаджении Гарвыконкама проанализовали стан злочинства сирот неполнолетних. Мастатство за зачиненными двярыма. Выставу квест представил у Гомеля реческий мостак Анатоль Щогалев. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня уручил державные узнагороды лепшим работникам системы аддукации. За шматгадовую пленную працу. Значный особистый уклад у развития системы аддукации. Медалем за працованные заслуги узнагороджены начальник управления аддукации Гомельского облвыконкама Сергей Иванович Порошин. Высокой узнагороды так само удостоена наставник математики Ельской районной гимназии Валентина Яковлевна Трошка. Сегодня в городском центре культуры отбылась аж то годовая Жневинская конференция педагогичных работников Гомеля. Открыла подзею выстава, которая демонструет досягнение сферы аддукации областного центра. Оценить поспехи и мерковать перспективы собрались представники керавництва города, отделов аддукации, духовенства, ветераны педагогичной прации, молодые специалисты и батьки. Усяго больше, как пол тысячи человек. Головная увага присвячена якости аддукации. Одним из ее индикаторов лечатся выники централизованного тестирования. Все летосередний балл ЦТ у Гомеля крыху высший в сравнении с минулым годом 45-44. Означается и рост колькости медалистов 167. Это на 42 больше, чем в минулом годе. По лапшенне якости аддукации застается приоритетная задача и в наступном навучальном годе. Упор зробят на повышение квалификации педагогов. Дарая шесть лета их в ушними станут 56 тысяч человек. Это на 9 тысяч больше, чем летать. Усяго до 1 вересня у Гомеля подрыхтовано 70 школ. Пашпорты готовности яны отримали за переджением графика. Что отыщется до школьных установ, то их 122. Все лета яны примут 23 тысячи детей. Проблема обеспеченности пошаговой доступности детей в детские дошкольные учреждения по-прежнему остается актуальной. Но, несмотря на все, удалось сделать многое. Именно чуть более 600 мест дополнительно с 1 сентября у нас будут открыты для дошкольников. Прежде всего, это за счет открытия новых семей и групп и увеличение количества набора существующей группы. Протягиваем выпуск наперед до дни нового научного года. Не только означают успехи галинной адукации, но и анализуют недохопы в выховавчем процессе. Не глядя на изменение количества злочинств, учененных неполнолетними, полностью взять ситуацию под контроль, пока не отрималась. Об этом шла размова подчас сегодняшнего посяджения Гомельского гарвы Канкама. С портретом среднестатистичного порушальника законодавства ознайомился Олег Сентюров. Участились случаи совершения преступления в общественных местах. Определенная озабоченность у нас вызывает микрорайон Мельников-Луг и дворцово-парковый ансамбль, где на протяжении ряда лет совершаются неединичные преступления. В связи с этим усиленно и патрулирование перекинут родительский патруль, то есть максимально как-то обеспечена охрана общественного порядка. Основная колькость злочинцев сирот неполнолетних у Гомель з'ясняется наученцами прессийно-техничных в училищах. Сирот наибольшь несприяльных в этом плане – лицей-будовников и колледж-машинобудование. Особливая увага профилактика в молодежном осеруде выпадков уживания наркотиков и алкоголю. С этой метой врачи-наркологи проводят медицинские агряды наученцев старших классов, а сопрацовники милиции притягивают до отказности неполнолетних у стане алкогольного опьянения. Правда, недопрацовки все-таки застаются. 16-годовый школьник у Криви и Акога выявили 2 промилле алкоголю с действием забойства. Самое тяжкое злочинство с уделом неполнолетних все это у Гомеля отбросил в Устуд в интернате акционерных отворительств Гомель техмонтаж. Ночью на ученице 22-й школы с мэтой крадежу зашел у незачиненный покой, дали бойко с господаром и с мяротным ранением. Зараз следство протягивается, а тому мера пока ранее еще не вызначена. Для снижения колькости злочинцев в сирот неполнолетних у летний период распрацывали некакий программ по организации працовной и корыстной занятости, военно-патриотичные лагеры, студентские и волонтерские отрады, туристичные взлеты. Особливая увага при этом подлеткам, яке знаходится на розных видах профилактичного улику. Разом с тым, у комиссиях по справах неполнолетних констатують, выконать усе запланованное не отрымалося. Формальный подыход до проведения индивидуально-профилактичной работы и слабое взаимодействие с батьками такие факты не заявляются выключением. А про чатаго, на думку специалистов, необходимо створить действенную систему по мониторингу сторонок подлетков в социальных сетках. Что касается подучетной категории, то тоже постарались по максимуму вовлечь их в полезную занятость, но некоторые вопросы не получились, что и привело, соответственно, к совершению преступлений. Поэтому как на территории города Гомеля, так и на территории области были совершены преступления именно подростками, которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Олег Сентяров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Мастатство за зачиненными Двярыма. Новый творчий проект проставил у Гомеля карикатуриста Анатоль Щогалев. Решевский мастак не только и знайшов незвычайную локацию для своей экспозиции, но и подрихтовал для гостей интересную презентацию. На пошуки картины отправилась Ганна Каральчук. Анатоль Щогалев – аутр больше 90 карикатур назнакомитых людей. Дякуючи этому, он навыд трапил у книгу рекорда у Беларуси. Его работы знаходятся у галереях и приватных коллекциях 20 краин света. Особливость черговой выставы – принципово новая форма представления творов. Карикатурист-зречицы вырышил продемонстровать мастатство за зачиненными Двярыма у прямым сенси. И он створил выставочную простору в месте, якое, здавалось, абсолютно непридатно для таких мероприемствовал. Аминовито у Краме Двяры. Очень часто идеи приходят случайно. Обычная история – шел по Гомелю, дождь, надо было где-то спрятаться. Забежал в первый попавшийся открытый магазин и тут случилось, что называется, вау. Мне понравились эти двери, мне понравилось, что за ними пространство, мне понравилось, что есть какая-то загадка. Каждую дверь можно закрыть, можно спрятать, искусство от общих глаз. Тут нет такого, знаете, что мимолетно идешь по галереи и смотришь все залпом. На уходе у Краму глядач не убачить картин, только по мешканне с множеством дверей, не был неким фантастичным портале. Каля 20 картин схавалась за дверима. Кабу бачить твор, необходимо подобрать отповедный ключ. По меры проходжения глядача по зале отчиняется черговая дверь и для огляду становится доступна новая картина. В экспозиции работы розной тематики, а почные, например, присвечены байкерам и мотоциклам. Конечно, удивлен качеством работы и талант на самом деле находятся на высшем уровне, потому что вот эти каждые мельчайшие детали проработают достаточно серьезно. Кропотливая работа и требует немало затрат и терпения, что у нашего художника хватает. Вот секреты. Под каждой дверью находится что-то такое интересное, загадочное. Открываем двери, и нам открываются тайны какие-то. Работы очень красивые. Кроме своей особливой выставы квесту, гостей мероприемства чекала культурно-забавляльная программа. Профессийные ведущие, циковые вокальные и танцевальные номеры, интерактивные гульни и множество приемных подарунков. Наведать выставу и найти творец с зачиненными дверями можно до середины вересня. Ганна Корольчук, Валерия Гопанько, телерадио Компания Гомель. Сегодня православные верники означают третий спас. У народа его называют яше полотняным и хлебным. Але самая вядомая назва свята – ореховый спас. Един установленный православной церквой у гонор перенесения з Эдеса у Константинополь нерукотворного в образе Иисуса, тканины, на якой повод для евангельского падания засталося обличие Христа. Ильняное полотно довгий час находился у греческой Медесе як головный скарб города, бо допомогло яго у ладару вылечиться от смяродной хворобы. Затым реликвию урочиста перенесли у Константинополь, где она была страчена при разрабовании города крыжаками. Ореховый спас является опошним после мядового и яблочного. Про этот день казали третий спас хлеба запас. Тому свежий духмянный каравай с азбожа нового ураджаю з'являлся головным упрыхожванием свята. Гэта и иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернет по адресі www.tvrgomil.by Далее в эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорту познайомить Максим Савин.